Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать гигабитный лайк. И только с вашего позволения я начну с интересных заявлений о производительности RTX 4000. Согласно свежим данным, условная видеокарта RTX 4090 Ti в играх будет более чем вдвое быстрее RTX 3090. Источник говорит, что чипа D102 в полной конфигурации выдает в игре Control в 4К с DLSS более 160 кадров в секунду. В свою очередь 3090 в этих же условиях обеспечивает около 72 кадров в секунду, а значит производительность новинки выше примерно в 2,2 раза. В целом это сходится со вчерашней утечкой RTX 4090, где она была на 66% шустрее 3090 Ti в 3D марке. Но тут речь идет про RTX 4090 Ti, которая получит намного больше ядер CUDA и вероятно будет работать на более высоких частотах. Однако когда появится такой зверь, уничтожающий 3090, непонятно, так как первой будет обычная 4090. И стоит отметить, что тестами в 3D марке поделился очень авторитетный инсайдер, а эта утечка исходит из еще не проверенного временем источника. Видеокарты Intel Arc A380 наконец-то полноценно поступили в розницу. То есть карты от GANIR теперь можно купить и в магазинах, а не только в составе готовых ПК. На JD за A380 просят 192 доллара, что конечно же делает ее бессмысленной покупкой. Во-первых потому, что рекомендованная цена этой модели составляет 153 доллара, а во-вторых RX 6500 XT доступна сейчас за меньшие деньги. Причем стоит отметить, что в продаже пока появились только карты от GANIR и пока не ясно где же видюшки от привычных вендоров вроде MSI, Asus или той же Gigabyte. Возможно они не захотели делать видеокарты Intel, а может быть анонсы от них появятся позже. В любом случае старт карты такой себе, как и ее производительность и конечно же оптимизация драйверов. На правах же рекламы хочу посоветовать вам перейти по ссылке в описании и подписаться на мой крутейший новостной телеграм-канал, где также выходят новости. На сложную электронику, ввезенную по параллельному импорту, будет действовать гарантия в один год, о чем пишут известия со ссылкой на информацию ассоциации компаний интернет-торговли. Если что, в Акит входят ритейлеры MVIDIA, Eldorado, CityLink, все инструменты, Яндекс.Маркет, Озон и DNS. А рассказавший об этом президент ассоциации отметил, что обычно гарантию дает производитель устройства, но ритейлеры тоже имеют право предоставлять гарантию по своему усмотрению. Еще он говорит, что в настоящее время нет законодательных норм относительно минимального срока гарантии при параллельном импорте. И поскольку производитель не предоставляет гарантию для отечественного рынка, ритейлеры решили взять это обязательство на себя, чтобы сохранить так называемый сервис для людей. Для этого им будет необходимо заключить договоры с сервисными центрами, ранее работавшими с производителями, чтобы те осуществляли ремонт по гарантии. И естественно, что затраты по ремонту в этом случае ложатся на ритейлеров, что может немного сказываться на ценах. Как же пояснил известием глава общественной потребительской инициативы, согласно закону срок ответственности продавца или изготовителя за качество товара составляет два года. То есть если продавцом или производителем установлен срок гарантии на год, за покупателем еще год сохраняется право обратиться с претензиями по поводу качества товара к продавцу. Но это работает только в том случае, если будет доказано, что брак или поломка имелись у изделия до момента продажи. Новый MacBook Air на М2 успешно повторяет судьбу нового MacBook Pro и в базовой версии имеется только одна банка памяти SSD. Из-за этого новинка очень сильно теряет в скоростях работы с накопителем, поэтому версию на 256 гигабайт покупать крайне не рекомендуется. Если говорить о цифрах, то новый SSD хуже на величину от 30 до 50 процентов, чем у модели MacBook Air на чипе M1. И к тому же у новых маков нет возможности заменить SSD, поэтому лучше сразу рассматривать версию на 512 гигабайт. Хотя если Mac берется чисто как печатная машинка, то вряд ли вы заметите разницу, но в рабочих задачах разница конечно есть. И разумеется новый MacBook Air не получил активную систему охлаждения, поэтому с этим тоже есть определенные траблы. За отвод тепла тут отвечает лишь один тоненький радиатор, который, как показывают тесты, не очень эффективно справляется со своей задачей. Под нагрузкой M2 в новом Air может разогреваться до 108 градусов по Цельсию всего за считанные секунды. Но как показал блогер MaxTech, можно потратить всего 15 долларов и буквально пару минут своего времени, чтобы сделать все красиво. Решением являются обычные термопрокладки, которые Apple решила не использовать, вероятно из-за ограничений на нагрев крышки. Вроде как есть такой прикол, что по каким-то законам крышка ноутбука не может нагреваться сильнее какого-то значения, поэтому Apple скорее всего специально не использует термопрокладки, чтобы уместиться в рамки закона. Для улучшения же охлаждения нужно просто снять заднюю крышку и разместить термопрокладки на радиатор. В данной процедуре блогер использовал термопрокладки Thermalright Thermal Pad толщиной 1,5 мм. По итогу экспорт 50 изображений в Adobe Lightroom Classic после установки прокладок был выполнен на новом Air быстрее, чем на новой прошке. В тесте Cinebench R23 процессор M.2 опять разогрелся до 108 градусов, однако произошло это лишь спустя 1 минуту и 23 секунды, а не через 28 секунд, как это было без термопрокладок. Ну и конечно же такой апгрейд помогает ноутбуку дольше работать без троттлинга, что однозначно хорошо скажется в любых задачах. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов заявил, что YouTube может быть заблокирован к осени. По его мнению это случится именно тогда, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. Дословно говорится, что нам нужно рассчитывать на то, что YouTube все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет контент и это когда-нибудь кончится. Я думаю это кончится к осени, когда YouTube нормально заработает и видео ВКонтакте станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена. Так что тема с блокировкой получается все еще не закрыта, поэтому ждем осени и будем смотреть как развернется вся эта история. Пожалуй стоит напомнить, что до конца года ВКонтакте хотят сделать свои видео отдельной платформой и уж очень мне интересно посмотреть на это творение. На сегодняшний день хоть какие-то подвижки заметны только у Дзена, который уже купили ВКонтакте и где я также выпускаю ролики. Но даже тот функционал, что они добавили за последнее время, никак не может тягаться с нашим любимым ютубчиком. Поэтому запасаемся VPN на случай чего и будем дальше следить за развитием ситуации. В конце прошлой недели всего за сутки из кошельков принадлежащих майнерам было переведено на другие счета 14 тысяч биткоинов на сумму более 300 миллионов долларов. По данным CryptoQuant, за последние несколько недель майнеры продали наибольшее количество биткоинов с января 2021. Это явление называется капитуляция майнеров, когда они распродают криптовалюту, чтобы покрыть расходы на майнинг и остаться на плаву. Например, Core Scientific, одна из крупнейших публичных компаний по добыче криптовалюты в США, продала почти все свои биткоины в июне. На полученные же средства в долларах обычно оплачивается электроэнергия и закупается новая партия оборудования. Израильские специалисты по информационной безопасности продолжают искать уязвимые места, через которые возможны утечки данных из компьютеров. Новой лазейкой для взлома стали обычные кабели SATA, которые превратили в радиоантенны для беспроводной кражи данных. Технология позволяет превратить любой SATA кабель в радиоантенну для кражи данных, без вмешательства в сам кабель или систему. Хотя один тип вмешательства все же необходим, так как нужно установить программу на самом ПК, но это уже мелочи. После установки генерируется электромагнитный шум, который кабель SATA как радиоантенна распространяет в пространстве. Мощность сигнала на частоте 6 ГГц оказалась небольшой, что ограничило дальность передачи примерно одним метром. Но нам с вами особо нет смысла беспокоиться, так как такой метод очень непрост в реализации. Хотя сама возможность кражи через SATA кабель впечатляет и вряд ли бы кто-то мог о таком даже подумать. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на бусти, переводами на карту или через спонсорство на ютуб. До скорого, друзья!